Вчера некоторые не были объявления. Первая Елена, дай объявления о занятиях. Занятия в час. В школе? Да, в школе. Со сменной обувью переобувайтесь. Мы уезжаем в субботу, не получается никак. В понедельник 10, то есть получается 8, в 7 начнется загрузка. Витя нас везет, если все будет благополучно. Все зависит от Витя, потому что шофера другого-то нет, все заняты. Так, какие к нам претензии, просьбы, недовольства, что есть? Просим попасти еще в октябре. Давай всех, бери под свой зонтик. Пожалуйста. По человеку и зонтик. По кораблю и плавание. Степаш, ну-ка отойди с зонтиком, кто-нибудь может встанет. Хочу услышать, какие наказы, претензии, чтобы мы расстались. Может так, что больше никогда не встретимся. Мы расстаемся на 8 месяцев. Просьба большая всем. Посматривайте за этими двумя домами. На улице выставлены теперь будут щитки, вот как вот у Жени здесь. Ну и зонтик. У нас-то на ключ закрывается. Ну я, да какие там. Там только дерни вместе с доской, все оторвало, оторвало. Никого нету. Там пустой этот угол-то пустой. Кто его будет там, замочек-то смешно даже. Кто сорванул, дернул и... А что боитесь-то? Тысячи в карманах. Ну просто охотники там были, заходили. Видно лыжи и след. Смотреть надо. Кто-то за голубями смотрит. Смотри, мы везде в эти дома закрыты будут. Сарай сделали на замок закрытый. Ну а этот он... Нет, ты... Снять любой день тебя снимут. Мимоеду дернули, ты знать не будешь, спать будешь. Что тут говорить? Это мы живем-то не в Дании. Там сроду не тронут. Он как Песков пишет. Поехал, говорит, с одним. Я, говорит, туда. А он, говорит, ты ко мне приедешь. Вот там-то поворот. Я кому-то сказал. А тот, говорит, так ты туда идешь, туда. Так вот, говорит, три посылки, я не поеду. А там, говорит, ящик большой. Ты в ящик положи. Да как-как положи. А замок? Никакого домка не надо. Да как кто-то возьмет. А как он возьмет? Там же написано Петрову, Иванову. А придет там Сидоров, он посмотрит, мне нету. Да как же так. Ну а хоть раз было воровство, они даже не знают, что это такое. Ну у нас, давайте, сделаем в конце Потеряевки. И ящик, и кто к нам что везет, там оставлять. В ящике закрыто от дождя, и ящик утащат. Давайте Потеряевку сделаем, батюшка говорит, шлагбаума. Ну, слова хорошие. Если бы это было так, поворот на Потеряевку. Он говорит, дорога едешь, поворот какой-то усадьбы, и там шлагбаум под замком. Ну, дальше-то ничего нет, кроме усадьбы. Взять от деревни. Вот он ехал такую даль. Подъехал, шлагбаум. Да он зацепит вместе с армазами, все оторвут. Что непонятно-то? Тут не это. Ну, сделал здесь. Они повернули, вокруг Люба объехали с этой стороны. Поле же открыто. А там, где заходить, так у них насыпь. Там некуда свернуть. Не заехать, не съехать. Ну, нельзя обдумать, надо 10 раз, прежде чем делать. Делали не один раз, где оно? Ничего нету. Мы поставим, где кому надо, подошел, сбросил, пошел дальше. Так. Без меня тут остаетесь. У меня просьба тоже к вам. Леша остается с этим. Кисок-то думали не везти по непогоде? Я заказываю. Эту дорогу окончить надо. Потом грязь, ржение попрошу, опять созвонимся. А потом опять щебенки. И опять на зиму. Они не дают нам вовремя-то. Потому что, говорит, заняты, сено перевозили, заняты, уборка. А вот сейчас могут приехать с грязью. Чуть-чуть получше дорога станет. Я заказал 6 машин песка. А дальше о щебенке говорить нет, пока не будет она разглажена. Так что об этом деле тоже смотрите и подсказывайте один другому. У меня остается одна самая большая просьба к вам. Я уже многократно говорил девочек. А их посылать пасти. Я не знаю. На что надеемся? Парень бывает дома, девчонка пасет. Ну маленько, прикиньте, что дальше будет. Сейчас в интернете на меня выходит, что нужно было бы сделать с этим священником. По ветхому завету. А что, совратил малолетнюю? И она выступает там, где Малахов собирает все. И как он говорил? А он сказал, я лишу материнских прав, а ты ко мне перейдешь. А ей там лет 14. Девчонка. Ну что спрашивать-то? Священник перед всем миром. А это одна в поле. По грибы пойдет нельзя. Одной пойти по ягодам нельзя. А почти приманка, табун, ее легко видать, где она. А одна ходит. Когда девчонки пасут, я сколько раз залезу на вышку, посмотрю, ладно ли у ней. А здесь столкнули, ушла как будто одна из голов скотины какой-то. Это не сделает ни один мусульманин никогда за 1300 лет этого не делали. Чтобы оставить ее одну на поле, пойти, она шла. Вы как угодно думайте, делайте, но не делая это. Я говорю-то, мне выгода какая от этого. Но когда случится, вы будете трястись тогда, тогда уже ничего не сделаешь. Я вам говорил, как один отомстил. Три ножа сделал, и прям залез сюда, его зарезал, и все. Метнул за 20 метров почти. Два в сердце, один в горло, вообще. Все. На дочь надругался. Мы-то этого делать не можем. Единственное, что можем только выпиять, как Господь даст. Так, какие к нам наказы или что? Мы уезжаем по-хорошему, никому каких претензий нету. Есть возможность, приезжайте. Если кому-то надо хранить продукты где-то, у нас большой подвал под храмом. Выкопали. Там отделение 12. 12 человек свободно могут находиться. И морковку, и картошку, и там полки для всего. Бесплатно. Под охраной, под замком. Милости просим. Другое мы дать еще не можем. Ночевать негде, заезжайте. Ночевать ездя. Накормить, накормим. У нас все есть. Вот, лето закончили. Благоприятно. Нападал Роснадзор. Никакого вреда нам не сделали. Полиция приезжала несколько раз. Начальник уголовного розыска. Вреда нам никакого никто не сделал. Мы Бога благодарим, потому что. Поэтому после нас какие-то последствия того, что было, никаких не остается. Лагерь ликвидировано, но там все. Дальше мы подготавливаем дома. Если Бог даст, а там минимум на 4 дома. Можем раскинуть людей уже сегодня. 4. А у нас и не так и много бывает. Откуда будут, не знаем. Про Романа малыша не знаю. Что-то собирался он приехать. И теперь как? Где машина стоит? Ну, вот если приедет, там дальше будет видно по заявлению. Он звонил, говорит, в октябре приедет. Доделывает свои дела. Кто-то не может там. Ну, это человек непосторонний. Крещение принявший. Имеет возможность средства. Ну, сын вроде собирался. 18 лет там. Это не знаю там. Потому что обстановка меняется. Вот приезжал Сорокин с Новосибирска. Принял крещение с матерью. А жена нет. Она баптистская осталась. Ну, ясное дело, без женен не поехал. А тут как-то по-другому маленько. Заранее еще сказать. Я сегодня подумал, когда задают вопросы. Примерно на 10 вопросов, на 8 я отвечаю всегда. Не знаю. Почему? Вопрос неожиданный. Ну, что-то касается сегодняшнего дела. Я об этом не молился. Вот как вам удалось там то такое. Сегодня там сплотили. Как помогли вам тюрьмы. Да я об этом никогда не думал. Жизнь идет. Молишься и трудишься. Есть возможность опять помолился. Господь как-то полагает так. Мы не думали ставить ящики. Но увидев, как они долго в Вите не ставят, мы поняли. Если весной такая задержка будет, нам даже... Ну, ничего нигде нет. Вчера у Павла, где Никитин теперь дом, чистили печи. Я до ушей в глине, в саже, в золе. Простую операцию не мог сделать. Пришел и говорю, Никита, я тебе доверяю. Вот эту верхнюю шею с пачком. Ну, там есть, которая. И рубашку, и рукавички. В бане оставил, замочил. Я доверяю тебе постирать. Но ты сделай так. Зайди к Надежде Васильевне, она пирогами нас угощает. И скажи, а я вас, Надежда Васильевна, прошу. И это я сказал Володе, когда был в бане. А Володя недослышал слова Никиты, и выходит уже все постиранное. И вытащили золы, и всего 10 ветер примерно. Все под завязку забито. Ну, как бы она печь топилась-то? Что непонятно-то? Ну, набери в рот одних яблок. А потом скажи, пить молоко хочу, оно не пьется. Ничего нет. И вот вчера затопили одну печь, вторая не пошла. Непонятно, что там. Трубу надо менять. Две маленькие трубы там стоят где-то. Игоря заказываю. Так что еще работаю тут по огородам, по этим. Тогда Елена, это Никита. Елена Анатольевна просит завтра до обеда попасти. Единственное, что больше никому пасти не будет. Мы очень и очень торопимся. Надежда Васильевна уезжает с нами. Так, имейте в виду, мы не можем просто никак. Его одного оставить? Кого оставить-то? Он на кочерыже-то здесь? Надежда Васильевна, может быть, вы останетесь? А? Нет, никак. Он сам, он, это не Володя. У Никиты есть подвижки, но очень и очень трудно. Ну, самый главный наказ вернуться к лету живыми и здоровыми. Как Господь благословит. Мы вас помним, молимся. Ну, о ком наказали и что здесь есть. Об этой приезжала Елена. Ей там строят. Вы думаете, учителя думаете об этом. Молитесь. Главное, это молитва. На весь вопрос, какой бы вопрос ни был, я не знаю, а как оно будет? Каким боком повернет? Даже простое сказал, постирайте, то пошло все не таким боком. Видишь как? Вот твой отец там ставит эту. Да я до счета пойду, да когда? А сам пришел. Пришел и первый уже подсоединили. Только осталось накинуть. Теперь второй. Поэтому все в жизни меняется, что ты ноги не успеешь подставлять. Мы очень довольны. Мы еще что, рано закончили по прудам. Дорога тут от нас не зависела. Я все вам показал. Как будет дальше? Мы не знаем. Который Южный пруд, который там. Мы нынче пробный делаем. Откуда вода оттуда будет? Это бочежинка была. Если в воде проход сделали, мы проход, она до уровня дойдет, а дальше-то, ну полметра. Заказали драглайн. Думали на три метра углубить. Там вообще красота какая. Не могли найти нигде этот экскаватор такой. Он с двойной перекидкой бы сделал. Мы никому не должны. Все рассчитали за бульдозер, за все. Что могли сделали. Мы не сидели. Ни одного выходного дня зря не было. Не считая престольного праздника и двенадесятые. Мы всем довольны. Я вот сейчас куда не посмотрю, вот сижу другой раз вечером один. Ну какая-то там безделушка. И обязательно за ней какой-то человек стоит, который облегчил жизнь. Вот куда не посмотришь, здесь Витя, здесь Андрей, Надежда, здесь Игорь. Вот что значит друзья? Враги приходят и уходят, а друзья всегда остаются. Почему Иоанн Златоуст говорит, если ты умер и помолиться некому, за это ты ответишь. Как же ты прожил, что никого нету? Даже маленький вот такой ребенок, он помнит самое маленькое, что ты для него сделал. Гляну книжку оттуда, компьютер тут Никита помогает. Окна там Андрей дробот сделал, вставлял. Тут посмотрю, Калашников, Петр Григорьевич с ребятами, как у него красиво сделано. Даже Павел вот это, ну ремонтировать это не делать. Ремонту дом подается и все может сделать. Ну у нас задачи нет на зимовку-то. Как ты утеплял, женя? Придем на консультацию, если до дела дойдет. Павлов дом. По поводу. Как утеплять дом? Утеплять дом. Дом утеплять Павлов когда-то будем, придем за консультацией, как делал. Готовьте материал. У тебя к дереву прибывали, а у него-то не дерево, надо думать, как это. Но рано или поздно будет. Это Глушко узнает, как утепляет эти дома. У меня все к вам. Будет занятие. Простите меня ради Христа, кого обидели, у кого взяли, не рассчитались, такого мы не помним. Никому не дожили деньгами, или продуктами, или вещами. Или простили, кому не помним. Нет, ну слава Богу. Так, Андрей, ты. Молодцы. Алеша, Андрей. Что говорим, а? Андрей. Они сейчас пасти. Ир, насчет коров, то че как пасти-то? Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...